Ровно два года вот на этой же горке я сидел и вам вещал, как все прекрасно в Анапе, как мы довольны, как нас ждет веселое, великое будущее. Вообще мы хотели проехать до Витязио. Почему до Витязио? Потому что проще с Витязио потом будет уехать, отсюда будет уехать. Ну, вечером уже невозможно. Но так как в Анапе все через жопу. На Пионерском проспекте образовалась дикая пробка, две аварии, там автобус столкнулся с машинами, еще там что-то две машины. Прямо напротив GMT все колом встало и ну раз, судьба на GMT, значит опять будем на GMT снимать. Ну и сразу, ребята, коснемся транспорта в Анапе. Вроде бы и автобусы все ходят хорошо, и автобусов много. Вот мне от моего дома добраться, например, до 800 ступеней, ну хотя бы до морской Горгипии, да, я просто так не могу. Мне нужно сесть и проехать через весь город. Это полтора часа, блин, это ужасно. Представьте, вот сейчас жара и полтора часа ехать. Если бы я поехал один сейчас вот сюда же на GMT, я бы сел на самокат, мне пофиг на автобус, я уехал. Сам добрался спокойно, без всяких пробок, искупался, посмотрел, водичка грязная. Ты не ходила купаться? Нет. А что? Ты не буду посмотреть. По пятибалльной шкале где-то, наверное, на троечку. Ног не видно, на троечку, да. На три с минусом, ребят. Но все равно люди плюхаются. Но два года назад здесь пляжик был, чистота, водичка кристальная. Моя говорит, сейчас пойдем по берегу в сторону центрального пляжа и посмотрим. Да я говорю, вряд ли, если в GMT вот здесь вот такая вот параша с водой, то в ту сторону будет еще хуже. На центральном пляже там вообще засада. Блин, там или смывает постоянно все, после ливня потом восстанавливает, или там говнище плавает натуральным образом, канализация, и никому до этого делать. Не, есть дело. Скорее всего, на этих восстановлениях, чистках кто-то, наверное, хорошо зарабатывает денежку, списывает. Потому и ничего не делается. С морем в Анапе беда все-таки. Я думал, это как-то сезонно, там, неделя, две, грязное море, ну, практически постоянно. Работы, ребята, нету, работы толком нету. Да, можно подзаработать, если руки растут не из заднего прохода, то, в принципе, можно выжить и как-то проживать. Ну вот, два года я не работаю. Ну, так подрабатывал где-то маленькими какими-то ремонтами. И Ира у меня не работает. Ходила в центр занятости, вставала на учет, предлагали работу. 12 тысяч, 13 тысяч зарплат, 15 тысяч зарплат. Построили вот у нас около дома военкомат, требуются там сотрудники. Моя позвонила, они, ой, знаете, работа у нас тяжелая, там все, елки-палки, там можно поздно оставаться, там много-много ответственная такая. Моя думает, все, сейчас спрошу, зарплата какая? 100 тысяч, наверное. Не, 120. Она, ладно, ладно, хорошо, я поняла, работы много, вот такая зарплата. 12 тысяч рублей. Вот сейчас, смотрите, да, сейчас вообще я рад, очень сильно рад, что подняли цены на квартиры бешеным образом. Мы покупали, я в прошлом видео говорил, квартиру за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Сейчас такая квартира стоит без отделки 8 миллионов, с отделкой 9 миллионов. Через месяц уже цены будут неактуальны, через месяц уже будет 10 миллионов и так далее. Ребята, и в связи с этим я рад, что маленько уменьшится ток пенсионеров. Ну, я ничего не против их, но просто действительно в город приезжают уже доживать свои пенсионеры. Не ехали люди, те, кто, ну, инициативные, что-то могут дать этому городу, да, какое-то развитие, какой-то толчок там, не знаю, какие-то финансовые вложения в город. А ехали одни пенсионеры. И сейчас, ребята, это вот дело прекратилось. И слава богу, ребята, будут квартиры стоить, как в Москве. В Москве там всех будут сажать на карантин и QR-код. На лбу выбьют QR-код. Будешь так, пик, подходить к автомату, отмечаться там, пройдите туда, пройдите сюда. И все люди, ребята, будут ехать, ну, подальше от этого дурдома. А куда ехать? На юг, в Анапу. В Сочи закрыто строительство, там ничего не строится. Там негде уже строить, там все уже, все, что можно построить. В Анапе полей много будет строиться. Все будут ехать сюда. Квартиры будут дорогие. Люди приезжать будут, ну, состоятельные, не так, как Андрейка. Блин, нищеброд, успел сюда забраться. И потянут за собой сюда всю инфраструктуру более-менее. Будет как-то развиваться, какой-то толчок будет все равно давать. Какие-то вложения финансовые. А пенсионерам что? Им сидеть скучно дома. Им делать нечего, им пенсия капает. А что, зря время пропадает, если есть, например, более-менее здоровье. Если более-менее, ты еще живчик, да? И они идут, подрабатывают до те же самые копейки за 10-15 тысяч. Вот, ребята, и рынок труда страдает из-за этого. С медициной, ребята, как дела? Хрен его знает, как дела. Нет, могу кое-что сказать. Катя проходила в садик медицинский осмотр. Окулист, по-моему, я не знаю, как фамилию. Ну, мне Ира рассказывала. До того злюка такая. Воу, вот эту, скажи там букву, эту картинку назови. Так строго относятся. Чуть ребенок заплакал. Все, выходите. Вы ничего нездорового, я вам никак не пишу. Ну, родители говорят. А нам что делать-то? Нам как это? Идите вам в платную проходите. Ну, ладно. Идут они в платную, приходят. Это же сидит окулист. И уже улыбается. Вот такие люди, ребята. Ну, это, наверное, везде так. Ну, просто я столкнулся вот здесь. Вот именно с таким безобразием. Приходишь в магазин, да, общаешься. Ну, как-то в основном все, ну, добродушный персонал как-то. Все хорошо друг к другу относятся. Ну, почему-то на форумах столько говна льют. Ёлки-палки. Ой, я такого. Вот смотрите, да. Женщина пишет. Ой, ребята, беда-беда. Там вот люк открытый, канализационный. Блин, а вдруг туда ребенок провалится. Что делать? Надо что-то делать. Вот там, где я жил, да, вот смотрите, да. Ну, такого бы вопроса ни у кого не возникло. Если ты переживаешь, если ты сама не можешь закрыть, тебе тяжело. Ну, проходят же мужчины рядом. Попроси ты, да. Ну, ребят, давайте как-то закроем. Ну, вдруг кто-то упадет. Нет, нужно прибежать домой по клавиатуре. Вот так тыкать. А, беда-беда. Все, фоток наделать. Ой, господи, ну, что такое-то? А что с вами творится-то, люди? Вы что, вот это вот море пили грязное? Или что с вами произошло-то? Или вы всю жизнь такой... Просто я так раньше как-то не сталкивался с этим. За это время все подорожало, продукты подорожали, строиматериалы подорожали, электроника подорожала. И кажется, что жизнь стала плохой. Что раньше было лучше? Ну, конечно, целы были ниже и было лучше. Еще придумали сейчас вот с этим вот вирусом. Уже два года они мусолят эту тему. Вирус, вирус. Никак все, все человечество умереть никак не может. Господи. Они все спасают и не могут никак спасти. Уже все уже на два раза уже, на два, на три раза все уже попереболели. Вот у кого дети есть, они же все там в школах сидят. Они все друг другу вот так вот передали, все домой принесли. Все вот это вот, все поперезаражались. Я сам уже, наверное, пару раз болел. Ну, ничего страшного. И факт в том, что, ребята, это никогда не кончится. Вот они зацепили нас, поймали на крючок. И дальше будет все хуже и хуже. Так что пока есть возможность у вас перебраться к морю, перебирайтесь. Потом вам этого уже не дадут. Потом вас закроют в клеточке и будете сидеть. Вот так лбом подходить, так пик, к счетчику какому-нибудь. Отметочку сделали, все, проходи. Наш микрорайон очень нравится мне. Он такой тихенький, такой уютный. Современные детские площадки. Вот где мы там жили, там детские площадки, конечно, шины закапанные, покрашенные. Вот это деревянные заборы там облегшие. Ну, конечно, да, ни в какое сравнение не идет. Переехали нормально, удачно. Получили ключи от своей квартиры. Сделали ремонт. Потратили хорошую сумму денег. Ребятишек устроили, ну, не без трудностей, но устроили в школу. Да, 40 человек в классе. Ну, нормально, школа недалеко, минут 10 ходьбы от дома. Девчонку устроили в садик. Ну, вот садик далековато. Но зато новенький садик. Обычно люди стоят годами в садик в очередь. Мы узнали, что подходит к концу строительства садика в ЖК Черное море. Быстренько записались туда, встали на очередь. И буквально после открытия мы сразу пошли в садик и как-то без проблем. Еще раз строили все секции платные. Практически все. Так мы, ребята, чемпионат мира по футболу никогда не выиграем. Я считаю, что все вот это вот спортивное, все детское должно ложиться на плечи государства. Государство денег до жопы. Столько нефти, столько газа, столько они себе строят виллы, покупают футбольные компании английские. Блин, ну вы что, елки-палки. У нас столько детей есть талантливых, они сидят дома. Ну ладно, ребята, все. Встретимся через год, наверное, со следующим отзывом. Может быть, дай бог, что-то изменится в нашей жизни и пойдет уже. Ремонтов не будет никаких, пойдет уже в лучшую сторону. Уже целенаправленно будем идти к какой-то своей цели, которую пока я еще не знаю. Будем дальше жить. Приехали, детей растить будем. Сами расти будем, развиваться будем. Главное не болеть, ребята. Медициной у нас, да. И ни разу не было, не хочу туда попадать. Ну и он.